Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про историю создания повести «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля. «Чарли и шоколадная фабрика» сказочная повесть Роальда Даля о приключениях мальчика Чарли на шоколадной фабрике необычного кондитера мистера Вонки. Эта книга известна во всем мире. Повесть-сказку написал английский прозаик для своих сыновей и дочерей. Однако книжку о бедном мальчике, его семье и чудаковатом владельце фабрики по выпуску сладостей полюбили дети в разных странах. Роальда Даль появился на свет в 1916 году у Эльси. Сменив несколько школ, он оставил о годах учебы самые неприятные впечатления, которые легли в основу нескольких его произведений. Писательская карьера будущей литературной знаменитости стартовала в начале 1940-х годов. Из-под пера Даля выходили романы, повести, рассказики, стихотворения, пьесы, киносценарии, эссе, статьи и сказки. Сегодня его работы отлично знакомы не только детской аудитории, но и взрослой аудитории. В 1943 году была опубликована его повесть «Гремлины» о сказочных созданиях, помогающим летчикам королевских воздушных военных сил. Книга имела успех, однако после выхода книги в свет писатель долгое время не обращался к детской тематике. Впервые повесть «Чарли и шоколадная фабрика» была опубликована в США в 1964 году в издательстве Альфред А. Кноп. Работа над книгой велась в период с 1961 года по 1962 год. Для писателя это был очень нелегкий период жизни. В 1960 году в результате полученной травмы у его сына Тео развивается водянка головного мозга. Мальчику угрожает смерть. В 1962 году осложнение после кори приводит к смерти дочери Оливии. Чтобы поддержать своих детей, всего их было пятеро, Даль стал придумывать для них сказки. Обыкновенно я рассказывала им разные истории каждый вечер, вспоминает писатель. Некоторые из них были ужасны. Но раз или два дети говорили, а можно узнать продолжение истории, которую ты рассказывал последний раз? Так я начал писать Джеймса. Это так понравилось мне, что я не останавливаюсь, перешел прямо к Чарли. По словам самого писателя, основой для рассказанной истории послужили его же детских впечатления. Во время обучения в школе-интернате Рептон он и другие мальчики получали занятные подарки. Время от времени каждый мальчик нашей школы получал простую серую картонную коробку. Хотите, верьте, хотите, нет. Это был подарок от большой шоколадной фабрики Гэтбери. Внутри коробки лежали 12 плиток. Все разной формы, с разной начинкой и все с номерами от одной цифры до 12. 11 из этих шоколадок были новыми изобретениями фабрики. 12-я, хорошо нам известная, была контрольной. Роальд и другие мальчики дегустировали шоколадки, причем относились к этому очень серьезно. Сам писатель вспоминал, что именно в ту пору он стал воспринимать шоколад как нечто сложное, как результат лабораторных исследований и часто мечтал о работе в кондитерской лаборатории, воображал, как он создает новый, невиданный на сегодняшний день сорт шоколада. Это были сладкие мечты, восхитительные фантазии. И я не сомневаюсь, что позже, когда я раздумывала над сюжетом моей второй книги для детей, я вспоминал те маленькие картонные коробки и шоколадки-новинки внутри них. И начал писать книгу под названием «Чарли и шоколадная фабрика». Сюжет повести сказки вращается вокруг маленького Чарли, вежливого и тихого ребенка. Он растет в бедной семье, состоящей из него самого, родителей, двух бабушек, двух дедушек. Все семеро вынуждены учиться в крохотном домике на городской окраине. Мальчик и его родные живут впроголодь, а шоколад, который паренек очень любит, он получает лишь раз в год на именины. И вот однажды, в свой день рождения, мальчуган нашел в шоколадной плитке «Золотой билет» – приглашение на фабрику странноватого магната-затворника Вилли Волга. На необычной экскурсии обещаны тонны сладостей, а кого-то из обладателей «Золотого билета» ждет секретный приз. Помимо главного героя, приглашение на фабрику получили еще четверо детей, избалованных и никогда не знавших нужды. Возможно, кому-то из них вновь повезет, и этот счастливчик получит подарок от самого Вилли Волга. А может быть, удача, наконец, улыбнется более достойному. В экскурсии по фабрике, кроме детей, участвуют их родители. Каждый ребенок пришел с матерью или с отцом, кроме Чарли, которого сопровождают его дедушка Джо, в молодости, работавший на фабрике. Все участники экскурсии увидят небывалые чудеса. Прочитайте эту удивительную и очень интересную повесть «Чарли и шоколадная фабрика» и вы узнаете, что за сюрприз подготовил эксцентричный богач и чем закончилась эта захватывающая история. Чарли и шоколадная фабрика стала международным бестселлером и регулярно пересдается огромными тиражами. Повесть имеет продолжение «Чарли и огромный стеклянный лифт». Также автор планировал написать и третью часть приключений «Чарли и Вилли Вонке», но не воплотил свой замысел на бумаге. Преизведение было дважды экранизировано. В фильме 1971 года Вилли Вонку сыграл известный комик Джин Уайлдер, а версия 2005 года Тима Бёртона роль экстантичного миллионера-кондитера исполнил Джонни Депп. С выходом экранизации Бёртона была произведена широкомасштабная рекламная кампания с тем, чтобы связать шоколадную марку с новым фильмом. В настоящее время продукты под маркой «За Вилли Вонка Кэнди Кампани» продаются в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Помимо киноверсии существует ряд эсценировок и мюзиклов, созданных на основе произведения. Издавались аудиокниги «Чарли и шоколадная фабрика», в том числе и записи чтения повести автором Роольдом Далем. С течением времени популярность повести не уменьшается, и «Чарли и шоколадная фабрика» остается любимой сказкой многих ребят во всем мире. На этом я заканчиваю свой рассказ. Всем большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова